Всем привет! Случалось ли вам при рисовании акварелью сталкиваться с тем, что оттенки при смешивании получались тусклыми, или вы не могли получить яркий фиолетовый или зеленый оттенок, смешивая базовые цвета между собой? Хотелось бы вам научиться смешивать цвета осознанно, не полагаясь на волю случая? Если да, то это видео для вас. В нем вы чуть больше познакомитесь со своей палитрой и научитесь понимать принципы смешивания оттенков. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Итак, первое, что вам необходимо сделать для эффективной работы с акварелью, это организовать палитру. Свою я организовала по принципу светового круга. Сначала идут желтоватые и охристые оттенки, потом красноватые, красновато-коричневые, затем фиолетовые, синие, зеленые и, наконец, умбра, сепия и черный цвет. Вам тоже стоит организовать свою палитру так, чтобы в будущем вам было удобно с ней работать. Принцип организации палитры в соответствии со световым кругом лишь один из вариантов, который лично мне кажется удобным. Вы можете сделать так же или найти свой собственный вариант, более удобный для вас. Однако, какой бы вы способ не выбрали, я вам рекомендую в обязательном порядке сделать соответствующую выкраску всех ваших оттенков и подписать каждый из них. Со временем и опытом вы обязательно выучите название всех своих оттенков, но на старте очень важно не запутаться в них, и в этом вам поможет выкраска. Я сделала вот такую под размер самих красок, так в ней проще ориентироваться. Выкраску лучше сделать с тональным переходом от наиболее темного оттенка к более светлому. Это упростит понимание вами возможностей того или иного оттенка. На старте большое количество оттенков вам не нужно, 12 или 24 будет достаточно. Ну а дополнительные оттенки вы всегда сможете добавить в свою палитру чуть позже, когда с опытом придет понимание того, каких именно оттенков вам не хватает. В начальной палитре вам понадобятся холодные и теплые оттенки основных цветов. Желтого, красного и синего. Количество зеленых оттенков может быть ограничено, так как их вы можете получить смешиванием основных оттенков. Также вам понадобятся такие оттенки, как охра, умбра, сепия, индиго, ну и ахроматические цвета. В данном уроке я ограничусь лишь теми оттенками, которые есть в стандартном наборе белых ночей из 12 цветов. В моей палитре эти оттенки помечены черными точками. Теперь давайте перейдем к смешиванию оттенков. Смешивая оттенки между собой наугад, без предварительного анализа и знания палитры, вы рискуете получить совсем не тот результат, которого добиваетесь. Поэтому я предлагаю вам начать с изучения возможностей сочетаний трех основных оттенков. Желтого, красного и синего. В наборе белых ночей из 12 оттенков у нас есть два желтых, два красных и два синих оттенка. Я предлагаю вам сделать небольшую выкраску на основе этих шести цветов. Давайте посмотрим, как они взаимодействуют между собой, а потом на их примере я объясню, почему происходит именно так, а не иначе. Также это простое упражнение поможет вам увидеть, как много оттенков скрывает ограниченная палитра. Возможно делать выкраску и изучать основы не так интересно, как рисовать котиков или птичек, но это необходимо сделать, если вы хотите подружиться со своей палитрой и чувствовать себя уверенно при работе с ней. Как видите, некоторые из оттенков в нашей таблице получаются более яркими, а многие напротив приглушенными. И это хорошо, потому что в рисовании нам понадобятся и те, и другие. Ну а теперь давайте разберемся, почему цвета получаются именно такими и научимся целенаправленно создавать определенные оттенки. Для начала следует обратиться к основам цветовой теории. В упрощенной цветовой схеме у нас есть три основных цвета. Красный, желтый и синий. И три производных от них или, как их еще называют, дополнительных цвета. Это зеленый, оранжевый и фиолетовый. Как правило, в акварельной палитре оттенки не являются чистыми цветами, а имеют тот или иной подтон. Так вот, именно подтон и является причиной того, что при смешивании оттенки могут получаться как яркими, так и тусклыми. Если вы смотрели мое видео о температуре цвета, то вы знаете, что подтон – это различимая примесь второстепенного цвета в основном. При этом подтон по отношению к основному цвету всегда является соседним для него оттенком на цветовом круге. К примеру, для красного цвета подтона может быть либо оранжевый, либо фиолетовый. Для желтого цвета – либо зеленый, либо оранжевый. А что все это означает на практике? А означает это то, что когда мы смешиваем с вами, как нам кажется, всего два оттенка, к примеру, кадмий лимонный и ультрамарин, и получаем в результате немного приглушенный зеленый, то это происходит потому, что в смеси этих двух красок присутствует на самом деле не два, а три пигмента – желтый, синий и красный. А почему три и откуда взялся красный? Сейчас объясню. Кадмий лимонный – это оттенок желтого цвета с небольшим подтоном зеленого в нем. А что такое зеленый? Зеленый – это смесь желтого и синего пигмента. Но это не проблема, ведь мы смешиваем кадмий желтый с ультрамарином, а ультрамарин – это синий цвет. Но не совсем. Если вы посмотрите на ультрамарин внимательно, то вы заметите в нем легкий фиолетовый подтон. А фиолетовый – это смесь, как вы знаете, синего и красного. Следовательно, в ультрамарине присутствуют, пусть и в небольшом количестве, частички красного пигмента. Вот так вот и получается, что при смешивании двух оттенков у нас встречается сразу три базовых пигмента. И что бывает при смешивании базовых цветов между собой? Давайте покажу. Получается что-то вроде насыщенного коричневого оттенка, близкого по цвету к черному. Но при смешивании кадмия и ультрамарина у нас получается с вами все-таки зеленый, а не черный. Но это лишь благодаря тому, что красного пигмента в этой смеси совсем мало. Давайте закрепим эти знания с помощью еще одного примера из нашей таблицы. Итак, возьмем, например, карминовый и ярко-голубую. При их смешивании у нас получается глубокий синий оттенок, но он не яркий, а довольно приглушенный. А все потому, что карминовый имеет слегка фиолетовый подтон, а значит содержит в себе частички синего пигмента, в то время как ярко-голубая имеет слегка зеленоватый подтон, следовательно несет в себе частички желтого пигмента. Значит, смешивая карминовый и ярко-голубой, мы опять задействуем три основных пигмента. Красный, синий в большей степени, а также желтый, пусть и в малых количествах. Ну и напоследок, давайте разберем хотя бы один вариант, где у нас задействуются всего два вида пигмента. Предлагаю для сравнения создать еще один оттенок зеленого с помощью той же ярко-голубой и теперь уже кадмия лимонного. Как мы только что выяснили, под тоном ярко-голубой является зеленый цвет, а значит она несет в себе частички желтой краски. Под тоном кадмия лимонного, в свою очередь, также является зеленый цвет, а потому в ней присутствуют частички синей краски. Получается, что смешивая эти два оттенка, мы задействуем частички желтого и синего цвета, а потому у нас получается очень яркий и сочный зеленый оттенок. Сравните его с тем зеленым, который мы получили с вами чуть ранее, используя в паре с кадмием лимонным вместо ярко-голубой ультрамарин, в котором присутствуют чуть-чуть частички красного пигмента. Разница очевидна. Надеюсь, у меня получилось объяснить понятно этот не самый простой момент со смешиванием оттенков и пигментов краски между собой. Я настоятельно рекомендую вам не просто посмотреть это видео, но и сделать аналогичную выкраску самостоятельно и проанализировать получившиеся у вас оттенки. Для наглядности я указала в своей выкраске количество пигментов для каждого оттенка. Вы можете сделать так же. И, кстати, вам не обязательно использовать выкраски именно те оттенки, которые использовала я. Вы можете поэкспериментировать, добавить еще оттенков и посмотреть, что у вас получится в итоге. И пусть на первый взгляд анализ каждого оттенка и подсчет количества пигментов могут показаться вам немного сложными, уделите на изучение этого вопроса немного вашего времени. Обязательно попрактикуйтесь, и вы непременно с ним разберетесь. И научитесь осознанно получать яркие и приглушенные оттенки. Другими словами, вы получите контроль над процессом смешивания оттенков, потому что художник должен управлять своей палитрой, а не наоборот. Надеюсь, видео вам понравилось. Я жду ваших вопросов и отзывов в комментариях. Также вы можете поделиться видео с теми, для кого оно будет полезно и кому может помочь разобраться с непростым, но очень увлекательным процессом смешивания оттенков. Спасибо за внимание и до встречи в новых выпусках. Пока-пока!